Я понял. Вместо завтрака. Да, да. О, девочки, вопрос, девочки, вопрос. Я придумал. Если вот мужчина ваш попросит, чтобы вы дали пароль от социальной сети, ну, не важно, что, вот, контакт, инстаграм, одноклассники, логин и пароль, чтобы просто иногда, возможно, посмотреть, кто вам пишет, как вы отреагируете. Вот, вот, вот. Предоставьте. Запросто. Запросто? Да. Пароль от одноклассников, либо инстаграм тоже. Будет ревновать, это же хорошо, подстёбывает действие. Будет ревновать? Ну, если кто-то напишет, увидит, будет ревновать. Много тебе пишет мужчин? Да, ставлю. Каждый день? Сейчас тоже кто-то пишет, пока ты выступаешь, нет? Я могу проверить. Хорошо, с какой фразы я начинаю с тобой знакомство? Привет, крошка. Или вы сразу фотографии тебя бросают, да, чтобы... С нами кто-то есть? Давайте поддержите, вкушите. С чего мужчин начинать знакомство? Да-да-да, Виктория, конечно. Привет. Привет. Привет, там. Ты отвечаешь, ты отвечаешь, либо всё-таки, нет, не знакомый мужчина. Пока проморожесть чуть-чуть. Нет, ну я посмотрю сначала. Я посмотрю, да. А потом посмотрю, это я не знаю. Хорошо, потом, если мне пришлёшь фотографию, я не буду отвечать. Да, прошу. Она что смотрит? Да я не знаю, потому что, смотри, могу понять, а что... На лицо, на лицо душа, человек это лицо. Хорошо. Мы пароль от социальных... И не только от себя, а от всего пароль. Пароль от всего? Да. То есть личная жизнь, мобильный телефон, и социальные сети, это... Это парклон. Карта, банковский счёт. Карта, банковский счёт, весь пароль, да? Хорошо, а вы? Мой мужчина, я думаю, не попросит пароль. А если попросит, то я не дам. – Оооооо! – Два девятри quart grup Почему? 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 Да я уже подвала сейчас, спросил. Я просто посмотрю Я не прошу тебя, ты не попросишь меня этому лично, я тебе доверясь. Тогда и все… Хорошо… Мужчина интересно, а есть вас вроде бы брусец? Все-таки предоставить пароль… Давай на английский переходите. What are guys? What are girls? What are the paroles? No, no, no. Что-то все слова на английский. Дам, пожалуйста. Дашь пароль, легко. Сначала удалю все, почищу. Возьми, пожалуйста, все, да? Я заведу новую страницу. Возьми, пожалуйста, все старое. Без проблем сегодня, да? Без проблем. Михаил, хорошо, не буду спрашивать про пароли, да? Вопрос девушкам. Вопрос девушкам. Что тебе еще интересует? Как они будут себя вести? Давайте попозже вопрос. Через часик? Через полтора, когда мы закроемся, да? Хорошо, Михаил, да? Это будет очень хорошо. Меня интересовал вот именно этот вопрос. Который я задавал уже. Ты задавал все этот вопрос, да? Все, я понял, я понял. Ответ получил, все, пожалуйста. Тимур, Тимур, скажи, пожалуйста. Слушаю. Вот. Возраст девушки влияет как-то на твое решение? Смотря какое решение. Ну, познакомиться с девушкой, пообщаться. Тебе важен возраст? Либо все-таки знакомлюсь с фразой. Какой знакомиться? Я говорю, девушка, ой, что-то потеряли, что-то у вас уронило. И так без знакомства и пошло. Я схожу с ума. Так, девушки, вы понимаете, какие вопросы у мужчин-то? И какие вопросы у меня? Давайте мы попомучим их еще и среди. Я до сих пор так и не разобрался. Кто есть кто? Михаил, Тимур, Павел. Есть вопросы, пожалуйста, да? Ну, давайте, давайте придумаем что-то. Что важно вам лично? Что важно вам лично? Можно вопросы? Тимур, конечно, давай еще неадекватный вопрос идти, давай. Как отреагируют девушки, когда будем идти по пляжу, и я оглянусь на другую девушку? Хороший вопрос! Хороший вопрос! Молодец! Ну, типа, такое время, чтобы меня на шею свело, когда... Не могу просто. Да, девушки, девушки, да. Как отреагируют? Расплохли, достали. Ума, хороший вопрос. Так, ну смотри, ну выглянулся он, да? Чуть-чуть. Ты заметила, ты заметила. Правда, правда, честно. Ну, первый раз, наверное, я сделал вид, что не заметила. Или, может быть, чуть-чуть Стебануеву? Чуть-чуть. Может, по 50 сделаем. Чуть Стебануеву опять. С пылю с ноги его. То есть первый раз простительный. Давайте поддержим, молодец. Простительный, первый раз. Как мы ответим? Посмотрю, я ценю. Посмотрю, я ценю. Посмотрю, я ценю. Так, на кого он смотрит? Ребята. Еще мы как-то пообщаемся. Ну, по пятибалльной системе это 4 с плюсом. Да, ты согласен, Тимур? Ну да, 4 с плюсом, я согласен. Неплохо, неплохо. Ну, пойдем, дорогой, пойдем, пойдем. Да, Виктория. Тоже ценю. Будет красивее, чем я распсихуюсь. Нет, ну, смотри дальше. Еще у вас есть такой вариант, что эта девушка получит от тебя еще, да? Просто мимо проходящая. Девушка ни в коем случае, не она заглядывается. Не она заглядывается, да? Хорошо. О, у меня вопрос для парней. Давай. Если вдруг ваша девушка захочет записаться в тренажерный зал Go Sport. Ну, такое время, где будут мужчины накачанные, красивые. Ну, прям как ты, Павел, прям как ты. Подержите баллы, поддержите баллы. Она скажет, дорогой, я вот здесь вот лосины купила, и вот так, и я в них пойду, в тренажерный зал, можно, пожалуйста. На, там вот эти мужики, мой тренер личный мужчина. Такой, хочешь покажу? Это вот Андрюха. О, там Андрей вот такой вот. Трецепс, бицепс, там все красивое, ну, как у меня, понимаешь? Вот, в общем, что ты скажешь ей? Молодец, Андрей. Молодец, Андрей. Молодец, Андрей тренер. Надо доверять своей половинке. Все нормально, это микрофон, не переживай. Это всего лишь микрофон. Надо доверять своей второй половинке. То есть, ты никак не трик. Тебя это не зацепит ничего. Спокойно. А потом он скажет, еще дай 3 тысячи на тренажерный зал, пожалуйста. Давайте поддержим. Молодец. Тимур, что скажешь? Тимур, все, вспомни этого Андрея. Вспомни этого Андрея в ластинках. Не, 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 не. Я пойду в другой зал, где тренер девушка. Останусь там на тренировке. На тренировочке, да? Михаил. Михаил тоже, да, готов дать ответ. Послушаем. Да, но у меня ответ такой. На набережной есть прекрасные турники. Там есть тренажеры прекрасные. Можно в любое время приходить, Не приходить, не платить абонемент, что я вам и всем рекомендую, ребята. Ну, конечно, гоу-спорт, поддержите гоу-спорт, вот так вот, можно сказать. Поддержите и не ходите туда. Но лучше идите на турники вот сюда, на воздух, на свежий воздух. Микаэлу будем аплодировать? Да молодец, да молодец, Микаэл. Поддержал, молодец. Поддержал, Микаэл. Так, 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 девушки, ну давайте еще вопросики. Давайте еще вопросики. Виктория, да, теперь мужчина, Виктория, что тебе интересно? Ну, прошу, не стесняйся, все, что в жизни есть, вот как есть, что тебя волнует, что мужчина делал, вот и как делал на этом, прошу. Если вам позвонит бывшая девушка и скажет, что у вас ребенок, ваша реакция. О-о-о, здесь трагическая музыка должна быть. Тимура, походу, за больное задели. Тимура, как, Ставрополь, ребенок. Надо ему позвонить. Да, да, да. Тимур, что скажешь? Помолчу пока. Подумаю. Михаил, как даю мне... Ну ладно. Я сразу спрошу, это двойня? И спрошу, ли это девочки? Вот это мне будет важно. Хорошо, да, это девушки, двойня. Отлично, вперед. Отлично, вперед, поедешь в Брянск. Какой Брянск, ребята. Брянск. Мы в Крыму находимся, какой Брянск. Да? Да. Ну, если вдруг в Крыму, где Симферополь, приезжай, пожалуйста. А, приезжай в Симферополь. На вокзале, на вокзале. Мы сейчас в Крыму находимся. Она приехала летом, ты с ней куролесил. Я понимаю, что это фантазия, но все-таки это из области фантазики. Но, в принципе, если надо Симферополь, или в какой-то другой город, это, я думаю, никакая не преграда. Да. Абсолютно. Хоть на Байкал. Давайте поддержим, Михаил, молодец. Один Бавил сидит, думаю, я... Ребенок. Я. Какая-то бывшая. Что же происходит? У меня другая жизнь. Что ты от меня хочешь? А он, наверное, Павел ответит, я не в судье доступа, а измени тебе перезвать. Какой ответ будет у тебя? Мужчина должен отвечать за свои поступки. И это он в нетрезвом состоянии ответил. Понимаете? Правильно. Да, мужчина должен отвечать за свои поступки и по закону платить алименты. Не только алименты. Могу помогать, мне не просто в жизни. Поговорим, что это твое. Усынови меня, пожалуйста. Я тебя прошу. Я тебе говорил, пойдем к нам работать. Я тебя прошу, усынови меня. Я буду твоим сыном, буду приходить к тебе, будь меня учить жизни. Так, девушки. Это был вопрос кому? Мужчинам. Мужчинам, да? Давай вопрос задам. А, вот, Михаил, Михаил, прошу, давай. Зазрел. Так, давайте, какой микрофон? Значит, вопрос такой. Вспомните, пожалуйста, ну и прокомментируйте самые свои приятные воспоминания из детства. Порудников не было. Питуря. Конфеты искала в подарок на Новый год. Да, прям был квест. Как-то печально все. Давайте возьмем. Конфеты искал человек. Конфеты искал. С Новым годом. Я родители спрятали. Мы такие голодные. Раньше пенсионерам мы давали сгущенку, кто болел. Сгущенку. Откуда вы знаете? Я была сучкой. Так, пенсионерам мы давали сгущенку. В трехлитровой банке. Так. И когда режешь батон, и сухная тарелка под сгущенкой, и ты давку нежишь и нежишь, это большинство. Вот так же. Вот так, вот именно так, друзья, шеф-повар «Вкусы жизни» готовит новое меню. Новое блюдо, да? Банка, да. Прошу, я жду вашего обеда. Как? Я родом из Сибири, и для меня... У меня самое яркое, наверное, одно из ярких воспоминаний, когда мы приехали на юг весной, уже в марте здесь цветут тюльпаны, цветы, нарциссы. Вот это я помню до сих пор и мое удивление. Вот, наверное, так. Браво, 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 держись, пожалуйста. А, вопрос такой... Цветы и еда. Цветы и еда. Вопрос такой мужчинам, точнее, девушке про мужчин. Вопрос. Как вы думаете? Кино немного такое, 18+, вопрос. Смотрят ли наши мужчины фильмы 18+,? Взрослые кино смотрят вообще мужчины? Как вы думаете? Ну, давайте, давайте послушаем. Однозначно смотрят. Однозначно смотрят, поаплодируйте. Конкретно кто? Как ты думаешь, больше всех смотрят? Михаил! Кто взрослое кино смотрит из мужчин? И сколько раз в день, давай так? Ну что ж, в день, я думала, там неделя не исчезает. Неделями? Неделями смотрят, дома сидят. Да, неделями смотрят. Кого там рвет просто на счастье. Он сейчас, что ли, смотрит это кино, да? Хорошо. Да. Как вы думаете? Забавлю, апрактика. А апрактика. Ну, даже в практике мы не знаем. Вообще нормально это смотреть кино для взрослых? Конечно, нормально. Нормально, да? Нормально. То есть вместе, а потом практика. То есть мы можем вместе посмотреть со своим молодым человеком, да, это кино. Парни, как вы к этому относитесь, Павел? Мне надо смотреть. Как досмотреть? Я сейчас сплю вот здесь с открытыми глазами. А ты говоришь про какое-то кино еще, да? Занять постоянно. Занять. Михаил, что? Работа. Ну, в первую очередь, я кино могу и сам снять такое, 18+. А такого до вопроса именно, то, конечно, все смотрят, присутствующие в этом зале это все делают. Смотрим и практикуем. Смотрим и практикуем. Давайте поддержим. Давайте поддержим. Это первый этап знакомства, где мы модерируем какие-то ситуации. Наши уважаемые участники отвечают. Честно отвечают на вопросы. У нас есть еще 10 минут в нашем тайминге. Мы должны задать этот вопрос. Девушки, наверное, последний вопрос. Мужчина. Сам интересный вопрос. То, что вас волнует. Прошу. Давайте. Да, вы задавайте. Это последний вопрос. Если мы останемся на необитаемом острове, как мужчина обеспечит быт? Как мужчина обеспечит быт? Необитаемый остров. Ничего нет. Понимаешь? Нет твоих вот рабочих, которые на мосту все время вот тут-дю-дю-дю. Нет ничего, понимаете? Только вы вдвоем. Итак, прошу. В первую очередь, это моллюски, это рапаны, это мидии, это рыба. Какую-нибудь сделаю маленькую такую удочку, потом сделаю копье себе. Ну, в принципе, там по поводу выживания, с едой вообще не будет никаких проблем. А там уже с обезьянами, там с кем-то говоримся, кто-то на этом необитаемом острове проживает. Тимур! Я с Михайловым согласен. Мы будем на соседних островах. Виктория, вот скажите, прыжок с парашюта, да? Когда это произошло? Почему мы боимся высоты? Вот надо как-то побороть свой страх. Для чего мы это сделали? Прыжок с высоты. То есть мы вообще боимся высоты, да? Боюсь, да. Когда ты почувствовал, что я боюсь высоты? Что это произошло? Нет, я конкретно не чувствую, просто прыгать высоко страшно всем. Подожди, ты же была, ну это Крым, это горы, наверное, ты путешествовал где-то, боже, там страшно. Да, я хожу в горы. В горы, да? Потом что сделала? Первое, первое, что поборола, прыгнула с такой ступеньки, наверное. Потом спрошу. Нет, наверное, первое, это было в высокие горки, в аквапарке. В аквапарке. Так, 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 так. Потом ты поняла, что все, не вкатывай от меня, надо вот хорошо. Да, не вкатывай, вообще не вкатывай. Первое ощущение твои, когда ты вот поднялась на сколько тысяч километров? Я не помню, это было давно. Это было давно, да? Это было практически лет 7 назад, наверное. И инструктор был вот с тобой рядом? Конечно, да. Да? Видишь, инструктора не впустали. Смотри, выбирай вот три инструктора. С кем бы ты полетела бы? С Михаилом. Ой, давайте поаплодируем с Михаилом. Но это еще не выбор, Михаил. Ты что там палец уже делаешь? Удобокойся. Все равно лайк. Михаил, потому что ты минуты побольше немного, да? Так вот, скажи, пожалуйста, Надежда. 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 Инженер производственно-технического отдела. За что мы отвечаем вообще, Надежда? Скажите, пожалуйста. В подчинении мужчины. За производственно-технический отдел. Браво! Так, подчинение одни мужчины? Да? То есть, в принципе, в твоей семье ты будешь глава? Нет, в семье нет. Так, встал быстро, давай посуду мою, знаешь, что вообще, а тебе нужно пропорезовать, еще здесь убраться. Нет, нет, ни в коем случае нет. Такого не будет. А как будет в семье твоей? Будет самый главный мужчина. Самый главный мужчина? Самый потрясающий в мире мужчина. Даже если он меньше тебя зарабатывает? Да. Ну, он будет больше меня зарабатывать. Давайте подержим, Надежда. Как вы думаете, лукавит Надежда или нет, что мужчина будет главой? Да. Лукавит? Вы так думаете, да? Да, просто. Хорошо. Валерия, инженер. Давайте поприветствуем. Инженер, Валерия. Инженер чего вообще? Расскажите, инженер. Производственного технического отдела. Браво! Браво! Ну да, вы же не знакомы с Надеждой, в принципе, да? Да, да. Почему выбор такой профессии? Как это произошло? В школе? В университете? Что? Не чайный, это засосало. Засосало. Михаил, аплодируй давай. Засосало человека. Мы получили диплом, да, я так понимаю, диплом. И что мы сделали в этот день, когда вышли из университета? У меня диплом, я инженер. Что делать? Куда идти? Ставали диплом «Масляное пятно». Масляное пятно. Потому что так нужно было, да? У вас такая традиция. Нет, просто. Он мне не нужен. Он мне не нужен. Ну, работаю инженером. Да. Валерия. Валерия, я знаю, что это вы. Валерия, я же просто убедиться, вы помните?